Презентация нового альбома Билана стала для Москвы событием поистине эпохальным. Гостям дарили эксклюзивное виниловое издание шедевра, а в VIP-ложек скрывались самые таинственные персоны, например, даже легендарная шпионка Анна Чепман. Свершилось долгожданный шестой альбом Димы Билана увидел свет. После двухлетнего молчания певца и напряженного ожидания всех его поклонников диск «Мечтатель» грозит стать главным событием сезона. Ура! Он мне подарил первое! Я после первой попалась под руку. Но вот в чем вопрос. Пиар-служба артиста считает альбом уникальным только потому, что Дима лично принимал участие при его записи. То есть, либо все артисты российского шоу-бизнеса грешат бездействием при выпуске своих альбомов, либо только предыдущие альбомы Димы чудом творились без его вмешательства. Есть особи, но это, как правило, дети из очень хороших обеспеченных семей, которым вдруг сбрело в голову попеть. Тогда есть звукорежиссеры, которые говорят, когда мучаются, мучаются, но человек не поет, а деньги, ну как бы всем зарабатывать надо, деньги уже взяли. Говорят, слушай, ты можешь алфавит рассказать. Вот бывают люди, которые расскажут алфавит, а потом сидит, все равно человек нужен. Вы понимаете? Без артиста этот процесс пройти не может. Как это может пройти? Артист поет их. Возможно и так. Наверное, очень много изумительно красивых девушек, которые выглядят очаровательно, очень хорошо двигаются, и у них потрясающие фигуры, но мы все знаем, очень часто за кадром кто-то за них поет. Дима поет сам. А за разъяснениями приходится обратиться к артисту лично. Ну а такое что, возможно, чтобы запись диска происходила без участия артиста? Эм, нет, вы чего? Я тоже так подумала, когда прочитала. Мне даже показалось, мне даже как-то странно. Вы меня извините, я должен человек без секунды ударить. Как бы то ни было, треки записаны и диск выпущен. Яна Рудковская раздает виниловые пластинки, выпущенные ограниченным тиражом самым важным людям. Команда про новостей в их числе. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы и в этом году он взял хоть одну тарелочку, да, за свои прекрасные песни, которые находятся, как раз ждут своих слушателей в таком замечательном виниле, который я, кстати, хочу подарить. Это эксклюзивная пластинка, которая сделана только для друзей, только для особых ценителей Диминого творчества. И пока приглашенные очень важные персоны на закрытой презентации мечтателя отведывают заморские кушанья, виновник торжества выкладывается на сцене по полной. Сверх каких-то там, я не знаю, сальтов назад не было, но, в принципе, я на это рассчитывал. Я каждый день эти сальты делал, я уже устал. Я думаю, давайте-ка я здесь со своим немножко отдохну. Мне кажется, что сегодня не то, что все получилось. Несмотря на все наши невзгоды, у нас сегодня, мне кажется, триумф. По крайней мере, у Димы точно. Полтора часа живого исполнения, и весь оставшийся год можно наслаждаться плодами успеха. Яна Горн, Алексей Широков, ПРО Новости.